Сегодня 17 июня, я только сейчас вышла от Айдара. Было свидание со мной и с дочерью Самирой. Он увидел свою дочь через два месяца, и она его сразу узнала. За время нашего свидания Айдара рассказала, что пару дней тому назад на него были нападки со стороны сотрудников СИЗО. В общем, зашли они в камеру и начали переворачивать все вверх дном. Нашли бритву, и вот с этой бритвы все началось. Были угрозы со стороны сотрудника СИЗО ДПНС Амангильды Диас Асантай-Уле, которая угрожала Айдару физической расправой, сказала о том, что у него здесь все не противозаконное, что какая-то посуда не по закону, что бритва не имеет права ее. Держать в камере, там какая-то ячейка есть, в которую эту ячейку они складируют все свое принадлежности. И там ячейки, они не предусмотрены индивидуально для камеры. То есть все в одну кучу складываешь, потом откуда ты знаешь, твоя эта бритва, не твоя эта бритва. Поэтому Айдар туда не складывал, он не держал себя в камере. Вот с этой бритвы все и началось. Они изъяли ее, выкинули какую-то бумагу, выкинули принадлежности личные. В общем, они угрожали им рапортами. Вот в таком, сейчас такое отношение у сотрудников, что повлияло на них, на их действия, непонятно. То есть они ничего не объясняли, сказали, что, в общем, будем нельзя писать рапорт, что мы делаем физические расправы с нашей стороны. В общем, остерегайся и бойся.